Всем привет, дорогие подписчики и гости нашего канала. Несмотря на погодные условия, мы все равно приехали снимать дом в городе Мур. И поподробнее нам об этом доме расскажет наш риэлтор Оля. Привет, Оля! Всем привет! Сегодня находимся в городе Мур, как уже сказала Вера. Будем смотреть этот домик за 625 тысяч. В нем 4 комнаты, 3 ванные. Размер дома 3100 квадратных футов. Был построен он в 2009 году. Сейчас войдем и посмотрим внутри дом, который строится под заказ анимассовым застройщикам. И дома от массовых застройщиков вы уже не раз видели на нашем канале. Участок здесь составляет 0,58 акра. Соответственно, немаленький участок. Он под небольшим наклоном, но с учетом того, в каком комьюнити он находится, это простительный недочет. А что насчет H-O-A? H-O-A здесь есть, 450 долларов в год. В комьюнити ничего абсолютно нет, кроме цвета. Вот, собственно. Бассейна нет? Бассейна нет, ничего нет. Такое часто случается, что в комьюнити нет ничего, но приходится платить за будущий ремонт дороги, скажем так. Давай, наверное, покажем домик снаружи, насколько он интересно выглядит уже снаружи, не так, как мы привыкли. По-моему, этот стиль называется крафтмен. Крафтмен, да, крафтмен стайл. Да, красивый дом. Здесь у нас крылечко, насколько массивное здесь дерево. Не обработанное. Здесь лавочка. Да, лавочка. А качели твоей нет? Ну, это дело поправимое. Собственно, давайте войдем и посмотрим дом внутри. Merry Christmas. Сразу у нас открытая планировочка. Так, тихо в доме. Сразу мы попали в жилую зону, когда зал, кухни соединены. Собственно, зона для обеденного стола мы более детально, наверное, покажем позже. Здесь очень интересная открытая планировка. Величественная. Ясные детали. Мы пройдем с тобой. Сразу посмотрим, что у нас. Здесь находится кабинет. При входе у нас находится кладовочка для верхней одежды. Очень удобно. Такое мы не часто видим. Потому что в домах подороже. Сразу в ухода находится кабинет. Такое большое окно. Наверное, ста у меня не открываются, да? Я не знаю. Можно попробовать. Сейчас немножко у нас темно. Зачем потому, что на улице солнышка совсем нет. Пряталось. У нас сегодня боевые условия. С зонтиками, с корточками, с сапогами. Люстра интересная. Такие, наверное, в зале хотелось бы повесить. Здесь огромная люстра. Кабинет. Потолки. Не знаю сколько. Наверное, 13-14 по высоте. Мы снимали за 625 тысяч. Очень много домов. Да. И какой-то с бассейном и с озером, помните? И Барнхаус. Бардоминимум. 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 Вот чуть-чуть выговорила. Можете посравнивать. Но этот дом, конечно, восхищает. Здесь у нас кабинет. Двери закрываются. Дальше мы войдем в мастера. Здесь очень уютно. Так можно закрыть двери. И разделить эти две зоны. Здесь у нас мастер. Поседине прям, чтобы сильно близко. Есть какое-то расстояние. Участок у нас 0,58. Соответственно, с такими участками есть уже расстояние, когда более-менее комфортно. В зависимости от планировочки дома. Очень высокие, да. Это вообще произведение искусства. Еще и точечные светильники в Славе. В доме так тихо. Мы ходим такие на цыпочки. Пока мы еще ковер не нашли, да? Ковер здесь отсутствует. Везде паркет, в хорошем состоянии. Ковер в смысле ты имела в виду? Ковер, который... Ковер, который... Карпет, да. Карпет, который... Угу. Мастер находится в необычном месте, да? Среди зала и офиса. Да. Я так еще не видела в такой планировке. Ну что, пойдем дальше смотреть. Ванна. Да. Такая кухня и ванная. Это у нас два места, которые часто показывают цену дома. Стоит он того или нет, да? Или сколько у нас нужно еще работы делать в доме, если его купить. Ого. Камина в туалетах мы с тобой еще не видели. Телевизор уже видели, неудивишь нас. Телевизор, да. Телевизор уже. Да, вот камин. Да? Интересно. Вот это место, я не знаю, хоть ты сдавай. Ванна. Джакузи под сдачу. Обычно джакузи, свечи, а здесь можно свечи, да еще и камин. Угу. Окошко. Это открывается. Вы можете там чинить, что вам нужно. Душ. Дом, ты сказала, 2009 года, да? 2009, да. Значит, все материалы будут примерно того года. Да, приблизительно давно мы видим, что состояние материала, состояние дома в целом очень хорошее. Здесь каких-то даже косметических работ очень мало нужно будет делать. Это все будет исключительно по желанию того, кто купит этот дом. Ну, покажем скользь гардероб. Уже там личные вещи не слетит. Большой гардероб с полочками. Потрясающе. И здесь туалет отдельно. Представляешь, вот найдется дом, может быть, это он. Когда Вера ни к чему не прицепит. Будем искать. Мы очень хорошо всегда ищем моменты, которые... Да, да, да. Можно. Недочеты мелкие. Ну, мелкие недочеты, это не страшно. Так, тут мы попадаем снова в коридор. Покажем уже, наверное, комнату для обедов. Не знаю, какой-то королевский дом. Да, все величественно. Да. А люстра. И вот даже здесь этот... Тебе напрягает здесь этот цвет стены? Он вроде как розовый. Розовый я вообще не люблю. Розовый. Но как-то здесь он смотрится очень даже неплохо. Красиво, красиво. Нету слов. Я уже сказала, если бы он стоил 800 тысяч, я бы поверила. Строитель, который строил этот дом, непосредственно является победителем многих. Есть соревнования, которые... Конкурсы проводятся между строителями в Южной Каролине. Он является победителем по Южной Каролине. Что ж ты молчала? Что ж мы сюда не приехали? Постоянно его снимать. Здесь, в этом комьюнити он непосредственно много домов строил. И он очень красивые дома строит. Я ни в одном доме не была знаком. А у него есть дома подешевле? Дома подешевле, но ненамного, наверное. То есть это, наверное, основная категория... 500-600, да? 500-600, даже я не скажу, 600, наверное, плюс. Потому что если построить такой дом сейчас, то он будет стоить гораздо дороже. С учетом их стоимости материала. Поэтому этот дом, в своих мнениях, однозначно стоит. Хорошо, пойдем смотреть. Пойдем смотреть. Главная комната. В такой кухне мы еще не видели. Тоже с таким потолком. Ого! Вытяжка. Украшена камнем. Как я люблю эти балки. Я буду в каждом доме, где они есть, буду это повторять. Обожаю. Да. Наверное, это мой стиль. Здесь у нас как-то все так по уму на кухне. И даже вот это как-то необычно сделано, да? Мы такое не видели еще. Видишь, приподнята бывают эти... Здесь поверхность намного выше. Здесь удобно и сидеть, и стоять можно. Так, тут даже полочки есть. Тут все вырезано. Какие детали интересные. Такой длинный айланд. Ну, такого я еще не люблю. Доброе место, рабочая поверхность просто. Здесь у нас что, микроволновка встроена? Места очень много здесь для кухонной утвари. Помнишь, мы сколько домов, как возвращаясь к тем, что мы снимали, кухня всегда, ну, не всегда, даже в миллионном доме у нас. Помнишь, очень дешевая. Здесь кухня, приятно, да, дотронуться к ней. Хотя довольщики не стоят, твои любимые, но как-то, знаешь, вот однозначно цену можно уже заметить. Даже по этой резьбе видно, что это дерево. Дерево, и, посмотри, деревом отделано и потолок, и сам потолок здесь тоже такой очень оригинальный. Люстра огромная, даже на кухне, да? Батюшка есть на улице, мы такой редко видим. А теперь все дома будут сравнивать с этим за 100 тысяч. Да, мы с тобой с SK Builders, с тобой модельного дома, перейдем на это, сравнивать будем с этим. Но тут ценовая категория, там 400, 600. Да. Ой, какое дерево. А, это отодвигается. Как интересно. Так удобно, взял приправочку, поставил на место. Так, ну что? Да здесь видим. Давай, покажем. Здесь наверняка у нас выход в гараж. У нас колдовочек я пока не вижу. Давай, почему-то. У нас еще какая-то дверь есть. Ну так вот, богатые люди есть на хондах. Тут реально богатые люди, никто не выделывает. В этой стране серебряные жители не любят в основном, да? Угу. Можно оборудовать полочки. Вот если есть желание. Удобно, прошел, поставил. Продукты. Так, ухни. Вот. Там, наверное, будет может кладовка. Пойдем искать? Вот. У меня какое-то помещение. Так. Ну что? Здесь он. Ой, как и здесь все. Ой, смотри. Пентри отдельно. Да. Кладу их. Было Андрей вместе, но пентри отдельно. Посмотри на хозяев. Баночки стоят. Вряд. Для особых. Для тех кто. Чтобы не перепутал. Ни в какую-то другую комнату. Да, кто не может найти. Здесь есть место. Это, то есть, не войти здесь. Это для одежды, наверное. Это можно убрать. Здесь у нас есть также. Самая милая Ландри, которую я видела. Да, какая-то вот такая. Посмотри на вот это. Вот эти вот чайнички. Боже. Как мило. Картины. Боже. Боже, да, дорогая техника. Подожди, подожди, а это что? Это досочка здесь писать что-то? Нет, я не думаю, там что-то спрятали наверняка. Хорошо. Пока что на идеальнейший дом. Подожди, давай к чему-то прицепим сегодня. Так видео не пойдет. А мы, кстати, подожди, не торопись. Еще подробно не показали зал. Вот это вот, всю красоту. Камин, наверное, настоящий, да? Камин? Нет, я думаю, это он газовый все равно. Там дрова не настоящие лежат. У нас встроенные шкафчики, полочки эти. Места предостаточное. Идеальный дом выглядит вот так. И тут резьба. Да, красота. Смотри, здесь дверь на задний дворик. Такого мы совершенно не видим. Дерево. Пойдем, мужик, мы здесь покажем. Я не хочу отсюда уходить из этого дома. Какой камин? Подожди, посмотри, какой камин. Какая красота. Ничего себе. Одни камины в доме. И в ванных, и на улице. Участок ровный. Сзади тоже, посмотри, деревья. Ты пойдешь под дождь. Четко, чтобы сетку не было видно. Дворик, дворик, места достаточно. Соседей там, наверное, будет немножко видно. Но я думаю, это не критично, особенно, когда пустяки весной, летом. И на улице тихо, да? У нас, мы знаем, что это дом внутри комьюнити. Дальше от дороги. И, собственно, тишина. Хорошо. Я сегодня подвисаю пока что. Это первый дом, который мы снимаем сегодня. Он меня просто сбил с ног. Пока что. Так что, Оля, спасай ситуацию. Спасай ситуацию. Я зависаю. Говори что-нибудь. Говори. Да. Красиво. Все идеально. Хочется оставаться. Войди, оставаться. Хочется оставаться. Да. Картину даже вот тут повесила. Какие хозяева. Там цветочки. Там чайнички. Что за люди. Дай вам Бог здоровья. И дом за миллион новый. Так. А ты куда идешь? Я не знаю. Ты еще раз? Так. Да. Что-то меня понесло. Хорошо. Пойдем смотреть еще комнаты. Так. Здесь у нас коридор, наверное, немножко такой узенький. Но эту ситуацию не портит. Давай. Здесь у нас ванная. Еще одна полная. Плитка. Плитка. Состояние всего очень хорошее. В таком здесь поверхности. Не знаю. А что за материном? Я теперь поделюсь. Наверное. Не могу определиться. Кварц. Кварц. Скорее всего, кварц. Как будто бы под дерево это и сделано. Да. Кварц. Интересно. Вот. Две раковины. Здесь у нас душ. Да. Посмотрим. Туалет. И наверняка кладулочка. Опять отдельно. Да. В картинах. Даже в туалете. Кладовка. Кладовочка. Видишь, как у нас? Помнишь, мы у нас возле этой двери обычно, при входной двери, у нас кладовочка и дверь прячется здесь. Здесь молодцы сделали. Дверь там, где она не будет биться друг от друга. Удивительно. Да. Оказывается, можно продумать? Оказывается, Веру можно повергнуть в шок. Здесь у нас, мы с тобой показали мастер, спальня одна, вторая. Давай покажем первую спальню. Так, на ковер мы все-таки нашли. Спальня небольшая или это кровать огромная? Пока. Кровать огромная и вот этот шкаф, он тоже много места занимает. Да, шкаф тут как-то его куда-то в угол хочется сместить хотя бы, да. Здесь вот есть место тоже, шкафчик стандартных размеров, может быть, немножко глубже, чем обычно. Вот там двери какие-то настолько вот другие по ощущениям, массивные. Вот это самые дорогие жалюзи. Да. Которые мы с тобой видели. Потолок здесь пониже, чем здесь сколько, я не знаю, 9, 10, 10, наверное, да? Но по сравнению с остальным домом, кажется, низкий. Давай посмотрим еще у нас одна кладовочка для белья. И здесь проходи еще одна спальня, здесь детская, кажется, побольше. Здесь кровать, наверное, поменьше, но это шкафа, которая, мне кажется, она аналогична по размеру. Цвет неплохо. Кстати, цвет, наличие света и цветов немножко искажены, потому что на улице очень пасмурно. Ну, все очень уютно. Хочется войти, оставаться, ходить, смотреть и жить. Так, уже вторая картина со сломан. Интересно. Ну что, пойдем на второй этаж. Здесь у нас... Ковролин, да? Ковролин, да. Наверное, какая-то бонус-комната. Здесь при входе так, мы тоже не видимы с тобой, да. Кладовочка небольшая. А здесь даже ванная есть. Здесь ванная, да. Да, здесь эта комната, да. Считается комнатой. Здесь же у нас четыре комнаты, помнишь? Вот. Комната. Ну, очень даже не маленькая комната, да. Здесь у нас есть ванная, гардероб. Здесь же два ванна, что ли? Нет, здесь, скорее всего, выход на чердак. Нужно отсыпаться. Ого! Такого чердака мы еще не видели. Да, тут комнату можно сделать. Посмотри, насколько утеплено, иначе замокрыша. Мы такое тоже не видим. Кстати, да. Оказывается, можно иначе? Оказывается, можно. Можно качественно? Ну что, строитель однозначно не зря выиграл, да? Топ. Попал в топ. Однозначно. Это же вот чердак уютный. Что такое? Вера не нашла ни одного минуса. Я теряю квалификацию. Не квалификацию, а репутацию. Как это? Ну, идеальный дом, ну что сказать. За его цену. Да за любую цену. Ну что, так еще туалет покажем. Давай туалет покажем, а подробнее не показали. А, и с ванной. Небольшой. Ну, он есть, он отдельный. Полочка еще. И гардеробы идеальны. С полочками. Не просто вот одна полка. Может, и тут что-то красивое. И тут что-то... Ничего себе, сколько помещений. Вау. Тут можно себе что-то оборудовать. Полностью. Поэтому и тишина в доме, потому что изоляция отличается от того, что мы видим. Ну что, мы весь дом показали, мне кажется. Весь дом показали. А я еще хочу, я хочу еще. Еще что-нибудь показать. Пойдем по второму кругу. Еще раз будем наобранном пути показывать все то, что мы уже... По третьему. По третьему, да. Это у нас так. Шутим. Ну что? Нужно? Ничего сказать. Просто ничего. Дом однозначно такой. Если кто-то в этой ценовой категории ищет, то однозначно стоит своих денег. Можно брать, как минимум приезжать. Нужно посмотреть. А тот, кто приедет, посмотрит. Третьего, влюбится в дом. Мы влюблены, я влюблена. Точно. Вот, познакомиться с хозяевами. Ну, или хотя бы с тем строителем. С кем-нибудь. Найдем. Строитель живет, кстати, здесь. У него офис недалеко от этого местоположения. Поэтому доедем. Доедем. Ну что ж, хорошо, будем заканчивать на этом наш обзор. Спасибо вам за то, что комментируете каждое наше видео. У нас есть постоянные зрители. Они под каждым видео всегда оставляют комментарии. Спасибо вам большое. Вот. Ну и спасибо этому дому. Поедем к другому. Всем пока. Пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...